Такой ветер, наверное, паром и не ходит у нас на Волге. Здравствуйте! Вы на канале Рыбаки на Волге. Здесь красивая картинка, качественный звук, но и полезный контент. Кто не подписан, подписываемся на канал, а мы начинаем. В руках у меня сейчас ПНД-лист пластиковый, фурнитура. Единственное, что я сейчас еще ручной инструмент принесу, и начнем. Сделать надо три вещи. Не знаю, успею или нет сегодня, но увидим. Надо будет закрепить лестницу на лодку. Это первое, что я начну делать. Дальше крепим весло-богорик, внутреннюю часть лодки. Я нашел там место. Ну и выводим датчик. Я уже эхолот закрепил. Осталось его красиво вывести вот сюда, чтобы он был вот здесь вот под мотором. Вот здесь находился. Для этого тоже надо будет немножко постараться. Несу-несу! Без этого я ничего не смогу сделать. Болгарка, шуруповерт, набор автомобильных инструментов, нож, линейка. Все это есть. Начну, пожалуй, с задней части лодки, потому что она мне сейчас понадобится. Ну и в последующем я залезу туда в катер уже. Надо будет с эхолотом разобраться все-таки. Лесенька небольшая, вот такая вот она. Вот. Раскладная. Бывает и больше у нее ступеней. Ну, у меня только две. Я думаю, этого достаточно для такой лодки. Посмотрим на воде уже. Проблемка заключается в том, что лестницу-то я хочу закрепить вот здесь, где ворота, которые мешают. Поэтому ворота, было принято решение подвинуть вот сюда максимально. Четыре болта и гайки. Откручиваем крепление у ворот. И смотрим, что из этого у нас выйдет. Двигаем их. Два болта надо крайних откручивать, потому что кабеля мешают, к сожалению. Как ни крути, все равно лесенька не вписывается, чтобы она вот так опускалась на суше. Потому что ворота все равно мешают. Даже вот я до самого края дошел вот здесь, к сожалению, лесенька вот так вот упирается вот сюда. Но лесенька, она независимо от ворот. Потому что, когда мы катер спускаем на воду, лесенька уже откидывается просто. И все, и забираешься по ней. А так она не мешает на воде. Поэтому сейчас она просто мешает мне закрепить и проверить ее, как она будет свисать. Я снимаю сейчас вот эту воротину, просто креплю лестницу и дальше ставлю воротину обратно. Все, все дела. Лестница откидывается и вот ее место здесь. Все. Отдыхай пока. Осторожно, хрупкая. Но я не думаю, что она такая хрупкая прям. По НД листовой 8 мм. Одна штука натуральной. Распаковка. О, красивый такой лист. Слушайте, он прям лакированный, можно сказать так, глянец, глянцевый. Мне отсюда надо всего лишь два кусочка отпилить так-то. Вот здесь идет вот такой вот бортик. Из-за этого лестница неплотно прилегает, именно крепежи ее. Поэтому я и хочу применить вот этот вот кусочек, два кусочка. ПНД пластика подложить сюда. И, соответственно, здесь уже все выровнится. Сейчас будем резать. Вот он, видите, бортик идет. Ну да, конечно же, пластик плавится. Может быть, надо диск по кирпичу, по бетону. Хотя тут немножко что-то сплавилось и все, обрезал. Сейчас батарейку поменяю на болгарке только. Режем первое. Тут даже будет этот сток. Тут даже не будет мешать ничего. Все отлично. Встанет как надо. Такого ветра я давно не ощущал. Прям очень сильный. Я сейчас начну сверлить. Хочу посмотреть, чтобы внутри ничего лишнего не просверлить. Так, вот здесь вот ниша. А, ну тут все нормально. И только сейчас я додумался, что снизу тоже надо подложить. И немало. Я думаю, что целый кусок сейчас еще отсюда отпилю, чтобы можно было, чтобы прочность создать не вырвало вот этот родной стеклопластик. Хотя он крепкий, финский. Но все равно для надежности. А болгарка быстро. Да, он плавится немножко, но зато быстро. Не надо пилой никакой. Волнительно это, сверлить катер насквозь. Готово. Сейчас сразу... Сразу сюда болт вгоняю, чтобы держался. У меня аккумулятор сердца лодки под фанеркой. Ну и вот они. Четыре отверстия, которые необходимо здесь закрепить. Сейчас буду замер делать, чтобы отверстия ровно встали в эту пластину. С лесенкой я закончил. Смотрим, как получилось здесь. Аккуратно. Болты подрезал. Пластина на месте. И идем проверяем снаружи. Здесь визуально получилось вот так вот. Откидывается. Никому не мешает. Ни воротам, никому. Сейчас проверим прочность этой лестницы. Проверяем на прочность. С воды, конечно, будет потяжелее забираться, но это уже по факту. Так, здесь есть один поручень. И здесь можно вот так вот взяться. Ну что? Все. Держит. Куда он денется-то? Отлично. Этот вопрос закрыт. Сама лестница выполнена из нержавеющей стали, телескопическая, с пластиковыми такими проставками. Куплена была бэушная. Но мне Александр, который лодку делал, он ее мне отправил. Она не новая, но она функциональна. Сейчас будем вешать весло-богорик. Один вариант только я для себя рассмотрел, как оно будет крепиться. Хотел на три крепежа крепить его, но, я думаю, двух достаточно. Двадцать... Какой? Двадцатый диаметр. О, смотрите, как плотно сидит. Как родное. Поверхность здесь шероховатая у материала. Ее надо зашкурить, зачистить. Утром в четыре утра нас будет кукушка теперь. Уже четвертый день подряд она поселилась. А вон она! Вон она, оказывается, при... Вон! На кабеле сидит. Ну, камера не увидит ее красивая. Наверное, зовет самку. Отвлеклись. Здесь вот дошел до стеклопластика. Вот. Здесь буду сейчас клеить прям. Клей в Леруа я брал. Продавец мне продал его, сказал, что этим гелем, момент, им даже под водой клеют бассейны. Но пока крепежи клеятся, мы переходим к следующему этапу. Это эхолот. Снова сверлимся. И этот последний этап для меня, кажется, самым сложным. Потому что надо сверлиться, надо протягивать кабель. Здесь уже все проложено. Но как-то надо вот проходить где-нибудь здесь уже в невидимых местах. Крепежи я купил. Клипсы. Надо только за саморезами сходить. Ну и сейчас вот датчик будем крепить вот этот, вытягивать сначала. И потянусь я с конца. Вот здесь единственное отверстие, где не надо сверлить. И можно зайти вовнутрь. А, ну вон еще там, но там тяги идут. Крепить мы будем сначала датчик там. Только потом уже досюда будем доходить. И здесь по бортам крепить изнутри. Ну, здесь достаточно этого кабеля. Когда что-то надо протянуть в каком-нибудь таком узком месте, мне приходит вот такая стеклопластиковая протяга, я ее называю. Я ее использовал при подключении к интернету. Тянул кабеля, когда в Ленинградской области работал. И она очень легко справляется. Сейчас я ее применю. О, вышло. Все. Подцепляемся. Вот она появилась. Здесь в охолоте два отверстия. Первое – это датчик. Второе – это питание. Вот датчик сюда втыкаем. Все-таки я решил через вот это отверстие, вот здесь сейчас откручу, будет датчик идти. Думаю, правильнее будет. Чем короче путь, тем лучше. Смотрите, что я нашел на трансе. Есть вот такие вот зацепы, за которые можно зацепить кабель. Ну и прям на стяжку. Так я и вот сюда и хотел его вывести. И вторая вот здесь вот и отогнуть чуть-чуть. Вообще. А тут вообще не надо крепить даже. Она плотно держится. Класс. Есть вот такой вот рисунок, который я скачал в интернете. Как должен находиться датчик. У меня как раз такой датчик. Вот он. Сейчас на таком уровне, и я его и повешу. Ходил сейчас за более длинной битой, потому что не подобраться туда. И пресс-шайбу взял с буром. Вот такая бита длинная будет. Сейчас проникать туда. И пресс-шайба с буром, потому что оно не сверлится. И еще посажу как раз на этот клей. Это точно будет держаться. Посмотрим сейчас, как он будет сверлить. Заходит. Так. Все. Датчик можно регулировать. Поднимать его можно. Вот, если он не нужен. Транспортировочный вид. Так. И так же выставлять его можно. Он у меня не мешает. Пусть сразу так вот будет выставлен. Все. Здесь мы уже забрались. Можно даже сфиксировать. По-моему, неплохо получилось с датчиком. Кабель аккуратно закреплен. Здесь вот пластиковый такой зажим. Набор я купил. Хороший. И вот сюда все заходит. Нормально. Видно, как закрепил тут кабель. Я все провел. Включаю питание. Питание у меня здесь. Активируем. Опа. Вот так вот. Смотрим, здесь прихватилось. А еще нет. Ну, короче, на сутки оставляю. Это все дело. Все. Не буду пока весло вешать. Но можно сказать, что дело здесь тоже сделано. И потом закрепим просто весло. Закроем этот вопрос. Ну, вот и кульминация. Не могло не получиться просто. Все провел. Все работает. Включаем эхолот. Вот он загорелся. Ну, это гармин четвертый плюс. Я про него рассказывать-то не буду. Я уже, по-моему, рассказывал на канале. Меня устраивает двухлучевой, цветной. Рыба показывает, но показывает. Можно ходить на зимнюю рубалку. Крутится везде, во всех плоскостях. Нормально. Даже GPS в нем есть. Ну, а так. Все. Аккуратненько здесь. Здесь кабель питания вот заходит сюда. И здесь вот датчик эхолота. И кабель питания уходит вот сюда. Там в распределительную коробку, можно сказать. Она вот здесь вот спрятана. Здесь и предохранители, и все аккуратно сделано. Теперь можно спускать лодку на Волгу. Но сначала пройти ТО. 15 мая. Фух. Волнительно все это. Потому что впервые будем спускать эту лодку на Волгу. Мотор все-таки не новый. 70 лошадок. Будем проверять, спускать, слеповать. С эхолотом это можно уже делать. Супер. Тем, кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить нравится. На сегодня все. Пока.